Всем привет, дорогие друзья! Как вы думаете, что это такое? А это колесо обозрения, на котором мы сейчас с Вовой покатаемся. Билетик стоит 9 евро, ой, 9 евро, 9 английских фунтов. Вот как выглядит это колесо на картинке, а вот как оно выглядит вживую. Ну а с него мы сможем увидеть, как город Манчестер выглядит с высоты птичьего полета. Вот такая вот здесь красота. Не нравится птичьего полета, если вы хотите выйти вперед, нажимай на операцию, что будет вверх, и мы будем вернуться. Окей. Нам закрыли двери. Ты понял, что он сказал? Да, если что-то не в порядке... Во-во, Windows выключается, слышишь? Да, если что-то не в порядке, нужно нажать на кнопочку телефона. Если нам не хватает свежего воздуха, надо нажать на вот эту замечательную кнопочку со снежинкой, чтобы стало холоднее. Здесь можно включить освещение, а это что такое? Commentary volume. То есть будут какие-то комментарии, и мы можем все это послушать. Интересно. Слышишь, что-то говорит? Да. Ощущение, что это радио балакает. Ну ладно, поехал, ладно, не будем отвлекать наших дорогих телезрителей. Да. Вот пока что как выглядит Манчестер. Вот район Пикадилли. Сады Пикадилли. Здесь нам только что предлагали марихуану и все остальное. Такие... Костя жизни, да. Да, темнокожие ребята. Нам что-то здоровались с нами, очень мило, очень вежливо. Не знаю, что они от нас хотели, чем бы это все закончилось, если бы мы с ними вступили в диалог. Но неважно. Теперь мы в безопасности вот в этой чудо-кабинке. Хотя нам, собственно, никто не угрожал, да? Да, я тоже думаю, что здесь гораздо безопаснее, чем на нашей родине. Да, на самом деле. А вот люди в кабиночку входят, она немножечко шатается. Когда мы входили, она тоже шаталась, наверное. Только мы этого не заметили. Сверху еще много кабиночек. И я сейчас не завидую тем, кто где-нибудь вон там сверху. Не знаю, что мы тоже будем там. Да, подозреваю, что там никого нет сейчас, потому что посадка как-то вот снизу. Речь по радио идет о футбольном клубе Манчестер Юнайтед, если вы можете слышать. Мы поехали или не поехали? Еще нет. Еще стоим. Может, не идет, когда народ наберется? Это печально. Вот в эту сторону, я так понял, это громче, а в ту сторону тише. Так вот? Не, мы поехали, слушайте. Мы поехали! Притом, быстро едем, смотрите как. Сейчас вообще интересно будет. Она так шатается. Немножечко качается. А вот колесико такое. Притормозило нахер. Притормозило и закачалось. Мне кажется, еще кого-то сажают там, снизу. Может быть. А вот уже, собственно, город. С высоты третьего этажа. Трамвайчик едет. Смотрите, какой милый трамвай. Трамваи в Манчестере отличаются тем, что они очень длинные. В них по пять вагонов бывает. Вон, смотрите, как метро прям идет. А вот автобусы, двухэтажные автобусы. В основном они в Манчестере именно двухэтажные. Ну, блин, товарищи. Высоко, высоко, прям вот-таки. Манчестер, пожалуйста. А вон внизу такая цветная площадочка, горящая всеми цветами радуги. Деревца, одетые в некие такие люминесцентные штуковины. Вопреки тому, что в Англии любят экономить электричество, здесь все-таки все так ярко и красиво. Мы практически на самом верху. На самом-самом верху сейчас. Посмотрите, вот кабинка еще, еще, еще. Вон их сколько там. Огромная высота просто. Это так классно. Говорят, в Сингапуре самое большое колесо обозрения. Но мне кажется... Врук. Я не представляю, какое оно там должно быть. Немножко страшно. Я побаиваюсь высоты. После своих приключений на высоте. Какие приключения? Да, были. С парашютом приключения были. Церковь с часами, похожими на Биг Бен, подсвещенными фиолетовым светом. Мы застыли наверху. Круто. Мы застыли прямо наверху, снизу. Чего только нет. Много всего интересного. Двухэтажные автобусы, например. Ну да, двухэтажные автобусы, я про них уже рассказал. Вот как они выглядят. Жаль, что темно. Были в торговом центре. Какой там выбор шикарный. Просто с ума сойти. Вот на этой улице, по-моему, она так и называется. Market Street. Да. Вот она, эта улочка, на которой расположено очень много магазинов, в которых можно купить все, что угодно. Главное, чтобы нас не забыли спустить обратно вниз. А то как бы... Как бы, Вова у меня автобус уедет. Вова автобус уедет, а мне просто не по приколу ночевать вот здесь. Мы уже не на самом верху. Вот эта кабинка теперь выше нас. А мне кажется, стоим. Или мне это кажется? Стоим, стоим. Нам показывают. А, вот теперь поехали. Вот теперь поехали. Как же это здорово. Какой же гениальный человек придумал колесо обозрения. Елочка и все равно там. Ответка. Это колесо не скрипит, в отличие от всех предыдущих, на которых я когда-либо катался. И катится оно достаточно быстро. Вот мы уже спускаемся обратно на землю. Не знаю, будет ли еще второй круг. Или нас таким образом высадят. Скорее всего, да. Скорее всего, высадят. Да, я думаю, высадят. Потому что нам дали постоять наверху. Ну да. Тут памятник какой-то. И вот мы прям уже приземляемся на лестницу. И что же будет дальше? Походу мы едем. Ха-ха. Второй круг. Серьезно? Второй круг. Серьезно. Серьезно. Да, вот это бонус. Вот это сюрприз для нас. Главное вот двери не открывать. Да. А то бонус может плохо закончиться. Ну ладно, второй круг я уже показывать не буду. Уже показал все, что можно. 7 минут мы, кстати, кружились. Хотя нет, наверное, поменьше. Примерно 5. Потому что я камеру включил на 2 минуты раньше, чем мы стартанули. Но это клево, друзья.